Новые доказательства причастности сына президента США Хантера Байдена к финансированию биолабораторий на Украине неожиданно представили в Британии. Газета Daily Mail, одна из крупнейших в королевстве, опубликовала электронные письма бизнесмена, подтверждающие его связь с американской медицинской компанией Метабиота, которая специализируется на исследовании смертоносных патогенов и сотрудничает с Пентагоном. Об этом ранее говорили в нашем Минобороны, но на Западе факты пытались представить как российскую пропаганду. И вот сейчас британское издание утверждает, фонд Хантера Байдена и Пентагон вложили в биоисследование на Украине миллионы долларов. Электронные письма и сведения о военных контрактах, изученные Daily Mail, свидетельствуют о том, что Хантер Байден сыграл важную роль и приложил все силы, чтобы компания Метабиота смогла проводить исследования патогенов всего в нескольких сотнях километров от границы с Россией. К тому же прослеживается тесная связь Метабиоты с украинской газовой компанией Борисма, которая платила контуру Байдену по 50 тысяч долларов в месяц, когда его отец был вице-президентом в администрации Обамы. А еще у Метабиоты были тесные связи с институтом вирусологии Ухани, города, ставшего, как утверждали США, источником пандемии COVID-19. В газете напоминают, что китайские ученые проводили там исследования коронавирусов совместно с американской организацией Эко-Хелф Альянс. Daily Mail, кстати, пишет топ-менеджеры Метабиоты и интересовались у Байдена-младшего, каким образом их биотехническая компания может способствовать, цитата, культурной и экономической независимости Украины от России. А ведь именно такая цель ставилась. Что ж, вопрос отличный, ответа только нет. Продолжение следует...